вас записан я еще не записывал будет четверг или пятница может кто-то знает что такое хайлл хороший вопрос какой первый или второй завтра вообще вообще никто не знает я знаю ну это день рождения Балшинтова ну да а что ж такое сделал Балшинтов за что мы его так любим он действительно сделал какую-то революцию или что это всем вопрос или мне всем тебе он сделал революцию хасидизма основатель хасидизма нового совершенно революционного учения революционное учение о чем же состоит революционность можно понять не ну правда такие слова говорят может я тоже пойду в хасиды пойду делать революцию на баррикады но если в двух словах ой пардон я молчу молчу да пожалуйста павел извините если в двух словах как я понимаю то это отказ от такого костного подхода и костного подхода то что иудаизм в течение двух тысяч лет был костным а потом хочется так сказать костным вот а потом он вдруг стал как говорится не костным это звучит очень странно ну от подхода как сейчас сказали бы такого ну не то чтобы крючка творского который возобладал в то время в восточной европе вот он а волшинтов поставил на первое место просто эмоции человека энергию то что он чувствует прямая связь с всевышним и что нормально все у него это получилось у него это получилось где-то на одно-два поколения причем с очень большим сопротивлением вот а потом собственно говоря как любая революция революция стала сама превращаться в контрреволюцию окей окей а почему гаон был против почему вильницкий гаон был против хасидизма он что был против того чтобы служить сердцем ответ ответа нет у меня ну окей да да мне кажется что вильницкий гаон подчеркивал традиционные традиционные многовыковые способы передачи религиозного учения то есть в основном сидеть и учить тору больше чем поиск всевышнего внутри себя вокруг себя но скорее из книги ну я хочу понять вильницкий гаон заблуждался или он был прав то есть из этих двух кто был прав а кто заблуждался гаон или или балшем абсолютно ни один и ни другой оба правы балшем балшем а который тоже родился случайно он во всем соглашался с балшем то или он все таки немножко модифицировал эту всю систему о допрос по полной программе а насколько я понимаю он подчеркивает особое значение интеллекта интеллектуальную составляющую учения башем то ну то есть как гаон да то есть он возвращается к гаону может быть в какой-то степени это смесь почему когда гаон вообще выступает против если возвращается к позиции гаона почему против выступает он не знаю наверное против против новшества потому что он ассоциирует я не знаю я честно я не знаю я могу понапридумывать но это будет неправда не знаю окей а что говорит на эту тему не хотел встречаться с и правильно делал ну потому что цвейуда цвейгуда подчеркивает что каббалистическое учение билинского гаона было правильным насколько я понимаю именно его интерпретация кабалы не знаю это уже наверное манита говорит такое да манита это уже немножко следующие поколения мы сегодня так сказать сидели на уроке равнатона и обсуждали вопрос пьянства пьянство это хорошо или это плохо собственно это был урок 175 потому что тот который я поднял это на самом деле 174 что-то ты правильно заметил был урок 175 там говорится что праведник когда он выпивает немного вина то он способен привести прощение грехов на очень многих людей то есть пьянство это такая интересная вещь то есть если человек пользуется вином правильно то он может исправить очень большие вещи иначе в процессе урок он рассказывал о том что были такие направления хасидизма где пить это был путь пить это путь что пить это был путь служения всевышнего бразловским хасидизм это не путь но ведь я не менее когда замуж свою дочь что он делал хаим и целая тора посвящена тому что праведник когда он делает хаим он может поднять очень многие вещи почему надо взять проучить этот урок почему потому что чтобы исправить этот мир сам праведник должен опуститься в беспорядок этого мира и посредством того что он упивает какое-то количество вина он опускается в беспорядок и тогда этот беспорядок он способен исправить и поднять такая была идея но это опасно это очень опасно то есть не было вопроса что у Баума Шемтова есть очень эффективные методики и в этом никто не сомневался и не сомневается до сих пор вопрос с другой стороны эти эффективные методики они опасны и весь вопрос был что перевешивает эффективность или опасность и последние 200 лет как говорится развитие хасидизма и литовского иудаизма это как бы сбалансировать эти две ипостаси Муравкука мы читали достаточно идеи по поводу опасности хасидизма как всегда там где есть много света там есть много опасностей что свет сосуды могут не выдержать свет это относится ко всему в том числе к хасидизму ну ладно хватит ругать волшинтова ставить кушьет на участников давайте вместе читать так 18 иллула хасида хаббада отмечают день рождения двух великих праведников которые занимают центральное место в истории хасидизма хасидская традиция говорит о том что раби Балшемтов годы жизни указаны и так же основатель движения хаббад институте Рабишней Урзанман годы жизни указаны родились в этот день Балшемтов жил и действовал в Подолии сегодня Украина первой половине 18 века он собрал вокруг себя группу учеников которые впоследствии расширили и укрепили движение которое он создал и распространили его во всей восточной Европе это немножечко похоже на вакцину за вакцинироваться или не вакцинироваться есть опасность вакцинации есть опасность чтобы не вакцинироваться весь вопрос в оценке опасности есть такое время действовать во имя Всевышнего нарушили твою Тору. На самом деле непонятно, что значит этот стих. Время действовать во имя Всевышнего нарушили твою Тору. Две части, которые совсем не связаны. Объясняют Хазаль, что этот стих надо понимать таким образом – время действовать во имя Всевышнего, потому что нарушили твою Тору. Это уже чуть-чуть понятно. Но этот стих имеет смысл, что иногда следует нарушить Тору во имя Всевышнего. Спарадоксальным образом иногда есть ситуация, в которой действие во имя Всевышнего – это нарушить твою Тору. Это смысл этого стиха. Другими словами, иногда возникает ситуация, что если ты будешь идти по проторенному пути, то ничего не будет. Почему Балшентов начал этот новый путь? Надо еще понять, чем он стоит, что он значит сегодня. Не знаю, получится ли у нас это понять. Он увидел, что время действовать во имя Всевышнего, потому что нарушили твою Тору. Потому что Тора больше не действует. Старая вакцина уже не действует. И требуется новая вакцина. И он это увидел. А другие не увидели. Поэтому, так сказать, кто-то выступал против этой новой вакцины, как Гаон, а кто-то выступал за новую вакцину, как Беннет и как Таск. И так далее, и так далее. То есть это была новая вакцина, непроверенная. И люди говорили, пусть они получат разрешение от американского министерства. И тогда мы готовы к колодцу. И тоже не все. Окей. Балшентов создал новый мир иудаизма. Мир живой, кипящий. В полной смысле для евреев со всех слоев общества. От самого простого еврея до мудрецов. До наших дней его образ является источником воодушевления для глубокой еврейской жизни, релевантной и обновляющейся. Это Балшетов. Рабиш Нейрзалман, создатель книги Тани, был одним из самых младших учеников Магеда. Он действовал в последние десятилетия того же столетия, в начале 19 века. Он отвечает за укрепление хасидизма на просторах Белоруссии. Рабиш Нейрзалман создал еврейскую философию, особенную еврейскую философию, особый путь в служение Всевышнего внутри уже хасидского мира. От него начинается цепочка адмуров Хабада, которая в течение семи поколений возглавляла движение хасидизма в России и потом в Америке. Начиная от Хаэлл, поскольку Хаэлл – это день и ткашрут связи с образом и с действием Балшемтова и Шнейрзалмана, родились в этот день, то поэтому в этот день есть большое пробуждение для всех, кто хочет идти по путям хасидизма с энергией и с обновлением. 18 иллу – это также день смерти Маорала из Праги, и Алте Ребе был его потомок, и в известном смысле он продолжает его философию. В книге «Танья» он пишет, что это собрано из уст книг и из уст мудрецов, и книги имеют в виду писание Маорала. Штензальц любил отмечать, что Маорал, любил отмечать также день смерти Маорала на многих фарбрэнгенах, которые он проводил 18 иллу. Не удивительно, не случайно, что два этих личности, которые считаются проложившими новый путь хасидизма, общего хасидизма и хаббатской его ветви, родились один день. С точки зрения простого подсчета лет их жизни, несколько лет они жили вместе. По-моему, Алте Ребе было лет 15, когда умер Балшентов. И хасидская традиция говорит, что когда Балшентов был ребенком, он был у Балшентов, и тот благословил его и предвидел его будущее как лидера. Обычно отмечают дни смерти больших людей, поэтому само то, что отмечают день рождения, это немножко необычно. И очень часто Робштейнзов затрагивает именно эту тему. Еще важная часть этой даты связана с его названием хай элл. На самом деле ютхэт элл, ютхэт 18, хай это те же самые буквы, только переставленные. То есть как бы живой элл, оживляющий элл. И отсюда центральность мотивов жизни и жизненности, которые подчеркиваются в этот день. Энергия, энергичность в служении Всевышнему, энергичность в Хасиду, энергичность в Чует или жизненности в Ш виде. жизненности в служении Всевышнего, жизненности в хасидизме и жизненности в Чуе. Кроме этого, Штензальц в течение многих лет говорил о том, что Хай-Лул – последняя станция на протяжении месяца перед Новым годом, перед днями трепета. Мысли об этих людях и их смысл для нашей жизни связываются с мыслями и требованиями вокруг Чувы, вокруг внутренней подготовки к Тишрэ. И поэтому Хай-Лул словосравым Штензальцам всегда подчеркивался с одной стороны жизненность, энергия и с другой стороны ожидание дней трепета. Это было предисловие состоителей. Пока мы на самом деле ничего не поняли, почему стоит Хай-Лул, что на самом деле делал Балшемтов. Кто хочет, может посмотреть, у нас были в свое время уроки по Дерехт-Хия, по пути возрождения. Там Равкук делает несколько важных замечаний про Балшемтова. Новость Балшемтова, открытие Балшемтова. Этот кусочек мы читали, но сейчас прочитаем еще раз. Оживить месяц Элул. Сказали в последних поколениях, что идея 18-го Эллула – это оживить месяц Элул. Необходимость оживить Элул существовала в прошлых поколениях, поскольку в тех поколениях раньше, то есть Элул был тяжелый месяц. Ходишь Элул, люди сидели и раздумывали о Чуве. Не имелось в виду только люди, которые имели длинный список грехов, а также кошерные люди, даже полные садики. И даже если человеку не требовалось сделать Чуву, из-за его грехи, он должен был сделать Чуву за свои митцвот, за то, как он исполняет митцвот. И даже тот, кто не должен был раскаиваться о грехах, которые он сделал тому или другому пункту, Шухана Рухова, он спрашивал себя, как выглядела моя молитва в прошлом году, как выглядели на, так сказать, чего-то стоило, или это как Бялик описывает молитву. Крехан, Шикар, Киха. Отклониться, поцеловать, плюнуть. И поскольку месяц Эллу – это месяц Чувы, и люди сидели и делали такие хэшбонот, такие расчеты. Атмосфера была тяжелая. Иногда даже мараш-хура, иногда даже какое-то отчаяние. Этима Исук выхолминэй хэшбонот. Само занятие такого рода подсчетами создавал какое-то напряжение. Поэтому говорили, что Хай Эллу, 18-е Эллу призвано оживить Эллу, то есть оживить процесс Чувы. Сегодня люди проходят месяц Эллу очень спокойно. И даже трубление в шафар, по которой написано, если затрубит шафар в городе, и люди не задрожат. Сегодня уже никто не дрожит. Самые большие люди проверяют, сколько звуков прозвучало в трублении шафар. То есть там должно быть 9. Если раньше говорили, что в Эллу даже рыбы в море дрожат, то сегодня рыбы в море уже не дрожат. И также люди не дрожат. И если люди не дрожат, и рыбы не дрожат, то кого-то надо в точности оживлять. И тем не менее нужно отмечать Хай Эллу и прийти в нем хотя бы к какому-то небольшому подъему. И вопрос, что делать в Хай Эллу. Хороший вопрос. То есть оказывается, не только я не знаю, что делать в Хай Эллу. Рофштендельс тоже не знает. Он говорит, я не знаю. Раньше было понятно. Все дрожали. И надо было чуть-чуть унять их дрожь. И, наверное, это была идея хасидизма. А сегодня и так никто не дрожит. Если никто не дрожит, то я не понимаю, что делать в Хай Эллу. В Хай Эллу родился Балшмитов. Если это посмотреть с точки зрения объективной истории, мы увидим, что все, что говорил Балшмитов, на самом деле ничего нового он не сказал. Даже те слова или те дела, которые приписываются специфически к хасидизму или считаются типичными для хасидизма, на самом деле это не есть что-то специфическое для хасидизма. Они говорили еще до того, но, возможно, они были меньше известны или, возможно, на это обращали меньше внимания. И тем не менее, что нового сделал Балшмитов? Добавить жизненности в Хай Эллу и жить по ним, что это также идея Хай Эллу. Это звучит как ответ, но для меня это звучит как просто. Балшмитов пытался бороться с проблемой, которая есть у нас, евреев. Мы страдаем от того, что у нас есть слишком много слов, слишком много учений и слишком много книг. Хорошее начало. Есть слова, которые каждый религиозный еврей знает. Например, любить Бога, трепетать перед Богом, величие Бога. Все эти слова, которые религиозный человек слышит много раз в течение жизни, становятся для него пустыми словами, лишенными содержаниями. Он слышит их раз за разом, они входят в его словарь и все. Вопрос. Эти слова действительно затрагивают нас? Это вопрос, который существовал также во времена Балшинтовых. Евреи читали так много книг, знали так много религиозного материала. И в ходы целула, особенно в месте целула, они читали нравоучительную литературу, знали в точности, что там написано. И все это не помогало, потому что не хватало хают, хайц, жизненности, жизненной энергии. Балшинтов обновил, что надо взять эти вещи и попытаться делать их. И это очень просто и также очень сложно относиться к ним всерьез. То есть делайте то же самое, только относитесь к этому всерьез. Вот патент Штензальца. Что это значит относиться всерьез? Представьте себе, например, человек, который спит сном праведника. Я пытаюсь его пробудить, разбудить. Я ему говорю, слушай, пришло время, будильник звонит, надо ставить на молитву и идти на работу. Не работает, он не встает. Тогда я говорю, слушай, под твоей подушкой лежит ядовитая змея. Вот тогда он скочит с кровати. Каким образом эта змея подействовала на человека больше, чем все остальные красивые слова, которые я ему сказал? Если человек знает, что есть обязанность или даже большая митцва встать с кровати, то змея заставит его почувствовать что-то всерьез. И что действительно надо встать и проснуться. Когда человек видит змею, это ему понятно. Может быть, он не говорит много, но он использует такие слова, которые, как говорится, очень ясно. Один раз у меня было такое переживание. Когда я был маленьким ребенком, я остался один день дома, потому что я был больной. Я почувствовал, что что-то ползет под моей пижамой. И естественным образом я стукнул его. И выяснилось, что там было пять акробим. Не знаю, как называются эти звери. Такие, так сказать, скорпионы. Желтые, маленькие. Им это не понравилось. Я думаю, что мой крик слышали до края всей шхуны, до всего квартала. Это разница между скорпионом, который ползет по человеку в пижаме, внутри его пижамы и между тем состоянием, которое создается, как правило, от чтения религиозной литературы. Религиозная литература не действует так, как действуют пять скорпионов под рубашкой ребенка. Скорпион не умеет разговаривать ни на иврите, ни на французском, и даже не на русском. Но я его слышу. Он воздействует на меня. И если человек слышит слова Торы или молится, и у него создается такое чувство, это потому, что он не берет эти вещи всерьез. Получается, что проблема в том, что мы не серьезно относимся к тому, что мы читаем. Окей. Предположим. Бал Шемтов не собирался заставлять людей исполнять больше митцвот или исполнять более тщательно тот или иной раздел Шулхана Руха. Все, что он хотел, выхайбаем и жить по ним. Были законы и обычаи, которые хасиды действительно начали себя вести по этим обычаям. Но также там говорится о каких-то вещах, которые находятся в святых книгах много лет перед хасидом. Идея в том, что до того относились к этим законам как, я знаю, правилам техники безопасности или правилам вождения, которое никто не соблюдает. И также в этой области Бал Шемтов в конце концов сказал, евреи, что вы думаете, если мы возьмем еврейство всерьез? Интересная мысль. Не имеется в виду какие-то высокие вещи, которые написаны в супер религиозных книгах. Речь идет о простых законах и обычаях, которые написаны в Шулхана Рухе. Например, закон, что перед молитвой надо повясываться поясом, то, что называется гартл. Не написано только в святых книгах, оно написано в Шулхана Рухе. Это обязывает каждого еврея, неважно хасида или нет, немецкого или венгерского. Несмотря на такую Аллаху, которая написана в Шулхана Рухе, большинство людей так не вели себя. И только когда пришли хасиды, начали оповясываться гартл. Различие между хасидами и между их предшественниками было, что хасид видел, что написано, что надо делать так и так. И он говорил себе, а вдруг это для меня? И если написано, что надо одевать гартл, и это важно для меня, так я буду это делать. Итак, гартл пояс вошел в мир хасидизма. Это пришло не потому, что кто-то увидел, что это написано, а потому, что он сказал, что если это всерьез, то я буду это делать. В Шулхана Рухе есть другие требования. В Шулхана Рухе есть параграфы, которые требуют, о которых говорит стих Доколе вы будете ходить на двух хадулях, буквально. Доколе вы будете прыгать на двух сепим. Иногда переводят хадули. По сути, речь идет о двух. Один из переводов сепим – это махшавод, мысли. То есть вы одновременно служите идолам, одновременно служите Всевышнему – это цитата из пророков. То есть вы не относитесь к ним всерьез и не исполняете их. В первом пункте Шулхана Руха написано, что когда человек просыпается утром, он должен вспомнить, почувствовать, что Всевышний стоит над ним. Само собой он скакивает с кровати, чтобы служить Всевышнему. А во втором пункте, который обычно перепрыгивает, написано, что он должен думать о том, что Шулхана перед ним, и что хасиды и люди практического действия, они уединялись и задумывались о Боге до такой степени, что они доходили до испаштус гашвус, как говорится, полного, так сказать, выхода из материальности, и достигали почти что пророчества. Он говорит, это тоже Шулхана Руха. Что написано в Шулхана Рухе, что надо выйти из материальности, достичь почти пророчества, и тогда можно молиться. В сущности факт, что эти законы написаны в Шулхана Рухе, а не в каких-то нравоучительных книгах, он ничего не меняет. Человек может даже знать их наизусть, даже знать, что кто-то это исполняет, и вопрос… Или он относится к этому как к рекламе, или как к указанию, которое ему говорит, что он должен делать. Тогда он, наверное, обращается к своему соседу, а не к нему. Или он чувствует, что это обращено к соседу, или он чувствует, что это обращено к нему лично. Человек может знать, что есть 613 митцвод и тысячи и тысячи деталей, но все еще чувствует, что это не касается его лично. И когда человек приходит к выводу, что это касается его лично, он начинает думать, что, может быть, это всерьез. А Болшентов не сказал ничего нового, кроме одного. Он сказал, что нужно действовать, учиться и исполнять все, что сказано, и делать это серьезно. Ну, поскольку форбринген – это обычно 4-5 часов, а у нас пока нет желания здесь сидеть в онлайне 4-5 часов. Давайте попробуем понять, что мы можем отсюда взять для себя. Может быть, у нас что-то получится. Мы сегодня с утра читали Ков Кука вместе с Павлом и с Алексом. Есть у нас такая форма от приемопровождения. И как бы не первый раз мы читаем Ков Кука. Но вот такое впечатление, что в этот раз мы читали его всерьез. Что такое всерьез, мы вдруг начали задавать какие-то вопросы, которые мы никогда не задавали. Кто слышал сегодняшний урок, он настолько неполиткорректен, что у меня даже были сомнения ставить его или нет. Потому что мы там сели и, так сказать, на троих разбили в пух и прах. Сказали, что, что он говорит, нерелевантно. Сказали, что, что он говорит, это неправильно. Что это устарело, что это относится к модерне, что его утверждение о том, что святая мудрость меняет человека, а светская мудрость нет. Оно недоказуемо. Возможно, что это вопрос спора его со светскими. И так далее, так далее, так далее. Сейчас Обштейн задал мне хорошее объяснение, что он, собственно, сделал. Мы вдруг прочитали это всерьез. Вдруг посмотрели на эту вакцину с вопросом, я готов это себе вкалывать или нет. Одно дело было теоретическое обсуждение. Есть такая вакцина, называется Равкук. И вообще это такой энергетический напиток. И, типа, как вот эти... Молодежь пьет вот эти всякие как-то X или как они называются. Вот. И, наконец, все хорошо. Я понимаю, что такой энергетический напиток меня лично не затрагивает. Когда я вдруг начинаю смотреть, что это относится ко мне. Лично совсем другие вопросы задали. То есть я не знаю, готовы ли мы уже дойти до того уровня серьезности, о котором говорит Штейнсальц. Но первый уровень серьезности, если это всерьез, то задавай серьезные вопросы. Я знаю, ты пошел покупать машину или компьютер. Ты же задашь пару вопросов продавцу перед тем, как купить, правильно? Особенно если это стоит несколько тысяч шекелей. А если захочешь купить дом, то ты, наверное, задашь еще больше вопросов. А каким образом приходим к иудаизму и вообще не задаем вопросов? Он говорит, бери. Вот это твой дом. Козыр, Эви, Кадеш. Так. Делай. Так не делай. Это всерьез. Это не всерьез. Это не всерьез. Для нашего поколения это не всерьез. Может быть, для нашего поколения всерьез начать задавать вопросы всерьез. Это первый этап. На самом деле, если чему-то можно научиться, то, наверное, это умение задавать вопросы. Это умение, я не знаю, как сказать, понимание того, что старый путь зашел в тупик. И, безусловно, что у Бауншентова было такое же ощущение. Я думаю, что это было прежде всего ощущение. То есть, что может заставить человека выйти на войну со всем белым светом, да? Не просто белым светом, со всем еврейским религиозным светом, да? Если не внутреннее ощущение, что у него нет другого выхода. Гензбург как-то говорил об этом, что иногда цадик чувствует, что он должен что-то сообщить миру. И даже если это будет мировая война, он все равно должен это сказать. Он говорит, да, 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 да. Пути Торы это пути мира. Но иногда надо что-то сказать, несмотря на то, что это вызовет войну. Я думаю, что это было ощущение Бауншентова. И это было ощущение всех лидеров первых поколений Хосидизна. Ощущение, что тот путь, который шли до сих пор, не можем идти по нему дальше. И поэтому, может быть, сегодняшний ХАЭЛ, это то, что мы должны взять. Умение задать вопрос, умение почувствовать, что тот путь, по которому мы шли, зашел в тупик. И в его раю, откуда мы знаем, что он зашел в тупик, что человек 20 или 30 или 40 лет идет по какому-то пути. Это сделало его лучше. Может быть, надо изменить методику, значит, что-то надо поменять. Это, кстати, связано с Роша Шана. Объясняется, что Роша Шана – это не какая-то шуба на какие-то мелочи, а это какой-то глобальный взгляд. Смотреть на себя каким-то глобальным взглядом. Я вообще делаю то, что я должен делать. Может быть, я живу вообще не так, как я должен жить. Это какие-то глобальные вопросы в жизни человека. Я больше чем уверен, что последние 50 лет мир изменился кардинально. Те изменения, которые потихонечку накапливаются в элдаизме, они еще не привели к такому же кардинальному изменению. Можно спорить, какое изменение больше. То изменение, которое принес хасидизм 200-250 лет назад или то изменение, которое требуется сейчас. Если взять хасидизм, буквально в том виде, как он дошел до нас через Балшенту, через Алтыребе, через Бараби Нахвана. Мир изменился слишком сильно. Чтобы найти ответ, нужно задать вопрос. Гинсбург постоянно говорит о том, что Балы и Чува, у них есть способность задавать вопросы. Они еще не привыкли к обыденности религиозного общества. Поэтому у них есть вопросы, поэтому они могут двинуть вперед не только себя, но и к обществу, которому они принадлежат. Гинсбург об этом говорил в свое время очень много. Хочется верить, что так оно и есть. По-моему, сегодня Балшент нам говорит не столько ответы, сколько вопросов. Ответов нет. Честно могу сказать, ответов нет. Что означает хасидизм в эпоху смартфонов? У меня нет ответов. Могу сказать честно. Кто-то скажет, что надо поехать в Кребе, кто-то скажет, что надо поехать на ОЭЛ, кто-то скажет, что надо поехать в УМАН, кто-то скажет, что еще чего-то. У меня общее ощущение, что все эти проложенные пути уже не работают. Это только вопрос, насколько человек способен себя обманывать, обманывать других. Проложенные пути не работают. Должны быть какие-то другие пути. Это то, о чем я думаю в Хайлу. Как найти эти пути? Узнал? Это тоже нет ответа. Как мы цитировали на днях, он в Исраиле с дружиной сказал, что в последних поколениях перед приходом Машееха служить Всевышнему, это будет все равно, что карабкаться по отвесной железной стене гладкой. То есть это нечто абсолютно невозможно. Конечно, если человек просто сойдет с ума, тогда он, конечно, сбежит масса проблем и будет просто очередной религиозный сумасшедший. Но это не решать проблему. Поэтому, когда говорят, что у нас есть рецепт, как служить Всевышнему в этом поколении, я не верю. Я верю, что у кого-то есть вопросы такие же, как у меня. Завтра будет какое-то мероприятие здесь недалеко. Я хочу послушать, какие у них есть вопросы. Если кто-то думает, что есть ответы, ладно, я не думаю. Ну, давайте ваши комментарии немножко. Можно. Да. Дело в том, что вот то, о чем вы сегодня говорите и вот лекции по Шарло, это все очень близко к проблемам, с которыми я сам сталкиваюсь по своей работе. Собственно говоря, вопрос даже не в религии, а вопрос в том, что делают людям, которые, в принципе, не хотят признавать постмодернизм. И у которых к нему отношение такое, что, знаете, а тут с вами разговаривать-то не о чем. Вы просто глупые, у вас клиповое мышление, вы думать разучились со своими смартфонами. Ну, есть такое мнение, да. Ну и что? И то, что получается тогда, что иудаизму нужно иметь дело, то есть говорить на языке и тех, и других. Да. Да. Согласен. А вопрос, а как, если задавать вопросы? Я не знаю, я тут недавно предложил идею эволюции. То есть, как бы, так сказать, есть эволюция. То есть, то, что пришел хасидизм, это же не значит, что все сразу стали хасидами. Еще остались, так сказать, человекообразные обезьяны, которых мы называем литваки. Ну, потихонечку этот, так сказать, новый тип человека, который мы называем хасиды, кто там был дальше кроманьянец или еще какой-то человек, потихонечку они начали, так сказать, побеждать в естественном отборе. Так что сегодня, так сказать, 200 лет спустя, конечно, влияние хасидизм. Остались еще вот эти древние австралопитики, которые еще, так сказать, соблюдая Шулхана Руха, так сказать, как-то было 200 лет назад. Но, в общем, новый тип потихонечку пробуждается, потихонечку побеждает. То есть, естественно, это процесс. Я бы сказал, это эволюционный процесс. И он идет, как все эволюционные процессы, модификации, медленные, так сказать, накопления, как это называется, мутации, которые потихонечку приходят к какому-то скачку и так далее. Но я думаю, что то же самое происходит сегодня. То есть, происходят какие-то мутации. Вот, так сказать, у нас здесь в Куши Ционе, наверное, какая-то сильная радиация, которая вызывает мутации. И вот поэтому здесь буквально у нас под домом Бетмедраслит Хатшут. Это, так сказать, дом учения обновленного иудаизма, но при этом сильно отличается от обновленного иудаизма в Америке. Это мутационный процесс. И поэтому не надо ничего доказывать. Они принадлежат к прошлому поколению мутации. Все нормально. То есть мутируют только те, кому это необходимо. Если человек говорит, зачем вы мутируете? Хорошо, спасибо, до свидания. Нам с тобой не о чем разговаривать. Понимаете? То есть просто искать себе подобных людей, которые думают так же, как на людей, которые чувствуют так же. И бессмысленно спорить с людьми, которые сидят в модерне и которым хорошо в модерне. Не надо с ним спорить. Зачем? Им там хорошо. Это их ниша. Я даже был на каком-то таком семинаре, обсуждал с постмодерном, хорошо или плохо. Я слушал, правда, краем уха. Но смысл тоже, так сказать, что очень многие лекторы, то есть религиозные восстановленные экипы говорили, что вот модерн – это плохо, то есть постмодерн – это плохо, это разрушает все наши понятия, это разрушает все, к чему мы привыкли. Бессадер, такое мнение распространено даже в национально-религиозном лагере. И спорить с ним бесполезно. То есть изменить это могут только мутанты. Мутанты – это Балы Чува, мутанты – это Геры, мутанты – это вот люди, которые ходят на подобные, так сказать, уроки, которые даже, кажется, трудно дать им определение, что конкретно они хотят от иудаизма. Они мутанты, и они могут привести изменения. Будут ли эти изменения хорошие или плохие? Хороший вопрос. Поживем, посмотрим. Я думаю, что только так можно к этому относиться. Спасибо. Паша, что ты думаешь? Добрый вечер, еще раз. Добрый, добрый. Я думаю о водке, с которой все началось. Так, но она способствует мутации. Да, она способствует мутации. Но дело в том, что, как бы это сказать так помягче, потому что мне уже с утра хватило наездов на Равакука. Ну, я, кстати, понимаю, что нами двигало. Нами двигал Бал Шинтов, это совершенно очевидно. Серьезно? Окей. Ну, а почему бы так вот втроем вдруг стали неожиданно нападать на Равакука, которого мы слушали долгое время с огромным пиететом? Это поразительный факт. Не знаю. Хорошо. Надо обдумать. Да. Я хотел сказать вот что. Водка, да, вот этот усилитель, потому что это усилитель, в человеке, который ее пьет, оно что-то пробуждает. В человеке, который видит пьяного человека, она вызывает суд. И человек сразу же начинает говорить «падшее поколение». То есть, если группа людей, группа людей религиозных, прекрасных, определяют других, определяют других, тех, не похожих на них, с другим поведением, с другой чувствительностью, как падшее поколение, то тогда религия не развивается. Но эта проблема в том, что это встроено в человека. Всегда так будет. Всегда будут люди, которые чувствуют серьезность, меняют что-то в себе. Изменения выходят за рамки почти всегда. Выход за рамки провоцирует других людей, принадлежащих другому лагерю, обвинить тебя в том, что ты падшее поколение. Мне удалось объяснить эту вещь? Я пока только понял, что смартфон – это плохо. Это все, что я понял. Смартфон – это в определенном смысле расширение способностей человека, но это выходит за определенные рамки, к которым привыкла группа правильных людей. Скажем так, в кавычках правильных людей. Любая вещь, которая выходит за рамки, будет мешать. Любая вещь, которая мешает, говорит о том, что это какое-то павшее поколение. Я могу не религиозный пример привести, сказать, что в былые времена трава была зеленее, вот в мое время за рубль можно было купить полкило колбасы, водка была 40 градусов, а сейчас 38. Это у человека встроено. Всегда будут люди, которые не способны выйти за собственные рамки. Это я говорю без осуждения, потому что это психология человеческая. Всегда будут люди, которые выходят за рамки. Одна группа не должна обвинять другую. Не знаю. Не знаю. Я считаю, что это на самом деле благословение попасть в ту группу, которая выходит за рамки. Но у меня не поворачивается язык обвинять других. Говорить, что вы там сидите, смотрите через свое окошечко и вам все красиво или вам все некрасиво. Что здесь назвать этой мессианской идеей? Ну, мессианская идея – это провокация. Мессианская идея – это, по крайней мере, хасидская интерпретация и машеях – это эцим, сущность. А сущность, она неограничена, неопределяема. И поэтому люди, которые живут в обычном мире, ограниченном, правильном, играющем по правилам, это значит, что в них еще не раскрылась эта искра машеяха. То есть та самая искра, которую Рэби так хотел раскрыть в своих осинах. А искра машеяха – она неопределяема. То есть человек, можно сказать, присоединяется к этой энергии каким-то образом, с помощью водки или с помощью связи с Рэби, или с помощью изучения каких-то текстов. Он, можно сказать, присоединяется к этой энергии, и эта энергия ему диктует какой-то путь действий, который изначально нигде не прописан. И это значит мессианская идея. Два примера. Например, Гуши Мунин, структура, которая создала здесь все поселения. Это была мессианская идея. Эта мессианская идея реализовалась в поселенческом движении. Окей? На другой части света, так сказать, в Америке. Эта же мессианская идея реализовалась в движении Шлихут, в распространении, так сказать, иудаизма по всем странам света. То есть это хороший пример того, что одна и та же мессианская идея, так сказать, мессианская энергия, она реализуется совершенно разными способами. И, так сказать, соответственно, тому контексту, который есть в поколении, соответственно, тому месту, где это находится и так далее, мы видим, что одна и та же энергия, мессианская энергия, она реализовалась как шлихут в одном месте, она реализовалась как поселенческое движение в другом месте. Что происходит дальше? Дальше происходит застывание. То есть 50 лет, скажем так, это работает, да? А потом приходит следующее поколение, которое говорит, мы будем механически продолжать ту же самую поселенческую деятельность, как раньше. Что происходит? Происходит крутой облом. То, что мы сейчас видим, огромный кризис поселенческого движения, потому что они пытаются действовать, как действовали 50 лет назад. Но обстановка другая, люди другие, атмосфера другая, отношения с людьми другие. И поэтому там это было супер успешно. А здесь это наталкивается на жуткое противоречие, это сталкивают разные группы населения, это сталкивает поселенцев с правительством. И чего только не происходит на этой теме. Только потому, что, опять же, энергия, мы сказали, мессианская, то есть мощная. Но нет понятия, что время от времени ты должен сменить фазу. Если ты хочешь быть мессианским евреем, ты должен сменить фазу и понять, а что это значит сегодня. Те люди, которые создавали эти поселения, в том числе Батамин, в котором я нахожусь, они не действовали по-писанному. Они действовали, исходя из своей внутренней интуиции, как нужно действовать. И это называется мессианская интуиция. И они создали. Потому что это соответствовало тому настрою, которое было в государстве, которое было в поколении, соответствовало историческому контексту. И так далее, и так далее, и так далее. А потом появились фанатики. У Рафрумана есть статья в той книжке, которую мы начали читать. Когда начался кризис? То есть поселенцев все очень любили, буквально все, левые, правые, все. Когда начался кризис, когда нашлось несколько особо одаренных, которые сказали, давайте взорвем Элякса, мечеть, и провоцируем мировой конфликт. И дальше, конечно, Всевышнему не останется ничего делать, кроме как опустить с небес храм. Это называется храм. Но для того, чтобы это произошло еще быстрее, мы взорвем, например, школьный автобус. Арабский. Шабахники их повязали. Сначала им хотели дать пожизненное, потом, наверное, скастили, потому что арабским террористом тоже скачивали. И это был свитч. То есть движение, которое пользовалось всеобщей любовью. Как только там появились вот такие вот сумасшедшие, то, что они отсидели по 15 лет, окей. То, что они лично вполне честные и порядочные люди, у меня нет сомнений. Но все, они уже вышли из этого потока настоящего мессианства, и они пошли по пути ложного мессианства. И это настолько близко одно к другому, что Балшентов говорит, я слышал эту траву, что Балшентов сказал про себя, что есть человек, который, я не знаю, общается с ангелами, еще что-то, еще что-то, еще что-то, и самые высокие тайны ему раскрываются. И при этом он себя чувствует, как стоящий над пропастью. Ощущение Балшентова, что он идет по тонкому канату. Ощущение Балшентова было, что он стоит над пропастью. И именно поэтому он не упал. И когда пришли его последователи, которые сказали, ну, мы не упадем, они уже упали. Это парадокс мессианства. То есть мессианство – это все время на грани. Мессианство – это всегда, как с одной стороны говорится, что невозможно пройти по жизни, как по железному мосту. С другой стороны, когда человек начинает слишком верить в свою интуицию, все, он падает. То же самое с Хаббадом. В тот момент, что они сказали, ага, написано, что Машиер будет в этом поколении, ага, Ребет сказал, что в этом поколении не будет смерти, ага, мы лучше Всевышнего знаем, что нужно делать. Все, оно упало. Сегодня это что угодно, кроме мессианского движения. Что такое мессианское движение? Это какое-то… Давидович очень любит говорить… Цемах Давида Авдахом и Иерус от смех. Росток слуги твоего Давида. Скоро произрасти – это из молитвы, да? Цемах – это маленький росточек, это какое-то новое абсолютно движение. Это не два плюс два, это не взять оттуда и оттуда, и оттуда, и оттуда и скрестить. Это какое-то душевное движение. Это Машиер. И тогда это вписывается каким-то образом, потому что этот Машиер, он каким-то образом прошит во всем мире. И поэтому, если кто-то нащупывает эту волну Машиер, она может… В каждом поколении она другая. Не знаю, нашим поколениям там делает шум, что, наверное, волной Машиер был сионизм. Потому что мы выросли в нерелигиозных семьях, и мы ничего не знали. Но если бы нам говорили о религии, то мы бы, естественно, вообще не стали об этом слушать. А сионизм – это для нас была волна Машиер. У каждого человека, у каждого поколения есть эта волна. Искать самый большой грех керувников в том, что они делают вид, показывают, создают впечатление, что они знают, как надо. Что у них есть путь. Приходите к нам и вас научим. Нет пути. Никто не знает. Вот такие вот мысли по поводу Хайдл. А можно еще? Конечно. А можно уподобить ведь Иосифу. Иосифу прекрасно. Потому что его визионерство, его сны – это были сны. Они ничем не угрожали братьям. Но братья, интерпретировав его сны, его видения, увидели угрозу своим устоям, правильным устоям, патриархальным устоям. Кто там должен будет командовать семьей, кто перворожденный и все такое. Интересная мысль. Поэтому Иосиф – это именно мессианство, это и есть мессия. Окей. Это и есть мессия. Он ломает, самым странным образом, он не идет и ломает, он не устраивает революцию. Окей. Он ломает сознание своих братьев. Окей. И вот это, мне кажется, это, мне кажется, мессианство. Ну, заноза можно назвать как угодно. Красивая идея. Красивая идея. Я думаю, что Манит устала согласиться, он тоже считает Иосифа мессианской фигурой. Интересная мысль. Окей. Так что, кто хочет быть мессией, вперед. Окей. Я думаю, что мы продолжим эту тему. Может быть, даже продолжим это форбрэнкин. Ну, вот это те мысли, которые у меня в голове перед Хай и Лулом. Спасибо всем, кто заходит на наши посиделки. Хорошего года. Спасибо тем, кто помогает. Спасибо тем, кто печатает тексты. Тех, кто сидит с внуками, вообще-то. Ну, это особое спасибо. Блин, наступил на кого-то. Ну, хорошо. Тогда давайте заканчивать и встречаемся через неделю. Если там не будет расшена или чего-нибудь, тогда я выключаюсь. Все хорошо. Очень интересно и познавательно.